Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина и коротко о главном. Выстояли и победили. В день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Олег Климанов поздравил зареченцев, живших в осажденном городе. Мы должны всегда помнить страницу этой истории и должны отдавать дань уважения и памяти тем, кто выстоял в этой блокаде. Домашний очаг. В рамках региональной программы семь зареченских семей получили сертификаты на социальную выплату, предназначенную для улучшения жилищных условий. Хотел бы пожелать, чтобы благодаря данной программе вы улучшили свои жилищные условия, потому что собственные квартиры – это все-таки начало большого-большого семейного счастья. Физкультура – дело семейное. На старт зимнего фестиваля ГТО в Заречном родители и дети вышли вместе. Вполне доступно и можно справиться. Я думаю, что мы, я, по крайней мере, сегодня должен значетчик какой-нибудь взять. И это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности далее. В России отметили 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года вражеское кольцо вокруг северной столицы было окончательно уничтожено. Ленинград стал единственным городом в мировой истории, выдержавшим почти 900-дневную осаду. В связи с юбилейной годовщиной правительство Санкт-Петербурга учредило особую награду – памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его удостоены как участники обороны, так и жители осажденного, но не покоренного города. В Заречном памятные знаки ветеранам вручил глава города Олег Климанов. Салют в Ленинграде 27 января 1944 года навсегда остался в памяти тех, кто его видел. 75 лет назад город был окончательно освобожден от фашистской блокады. Позади остались 872 дня голода, холода, страха и боли. В Заречном живут участники тех событий. Одна из них – Нина Шубека. Ей было всего 9 лет, когда Ленинград взяли в кольцо войска вермахта. Нина вместе с мамой и бабушкой были эвакуированы. День, когда она покидала родной город, навсегда остался в памяти. Мы садились на последние машины, которые уходили через Ладуку. Причем это я тоже помню, вот так сидели мы, крытая машина, сидят дети, мы с детдомом, мама, бабушка, мама все в детдоме. И мы вдруг останавливаемся и начинаем что-то объезжать. Говорят, ушла машина под лед. Вот доли секунды. Вот это осталось, вот эта белизна, вот эти с флажками девушки стоят, вот это в памяти. В 1944-м семья Нины Васильевны вернулась в родной город. Через год прозвучала радостная весть об окончании войны. Но и в мирное время, спустя много лет после победы, она постоянно слышала отголоски войны. Работала старшая сестра первым комбинатом. И вы знаете, я не могла открывать перекись. Когда ее открываешь, получается как маленький взрыв. Все останавливалось. У каждого жителя блокадного Ленинграда своя история. Они выстояли и навсегда сохранили в памяти хронологию тех дней, о которых не любят говорить. За 872 дня погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. И нам, тем, кто сейчас живет под мирным небом, забывать о героизме ленинградцев нельзя. Миллионы жителей города на Неве боролись за жизнь, боролись с немецкими оккупантами. Много жизней унесла там блокада. И мы должны всегда помнить страницу этой истории. И должны отдавать дань уважения и дань памяти тем, кто выстоял в этой блокаде. Их все меньше остается. Всем, кто с нами, я хочу пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья. В день 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, глава Заречного Олег Климанов поблагодарил горожан, которые пережили ужас тех дней в осажденном городе за их мужество и стойкость. Сегодня 75 лет со дня полной снятии блокады с Ленинграда. Наверное, одна из самых трагических историй в жизни нашей Родины. Мы рады, что вы в полном здравии сегодня с нами. Очень хочется дожить до 75-летия Победы. Мы взяли такое обязательство, постараемся. Спасибо вам огромное большое за такое. В общем, нас так впервые, в общем-то, поздравляют. Надо сказать, да. Ну, как было очень... Ну, я думаю, что еще не один раз я вас поздравляю. Мы будем стараться. Зареченцам, жителям блокадного Ленинграда, глава города Олег Климанов вручил знак. В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как символ памяти и благодарности жителям блокадного города за беспримерный героизм и огромный вклад в победу над фашистской Германией. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Семь зареченских семей в 2019 году смогут справить новоселье. Участникам под программы «Социальная поддержка» отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере вручили сертификаты на денежную выплату, предназначенную для улучшения жилищных условий. С торжественной церемонией во Дворце культуры «Современник» репортаж Елены Степкиной. Прохоровы – одна из семей, для которых 2019 год начался с предоставления возможности улучшить свои жилищные условия. В рамках реализации под программы «Социальная поддержка» отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере им выделено 328 тысяч рублей. Эти средства семьи могут направить на покупку жилья в новостройке. На реализацию сертификата участникам под программы предоставляется 6 месяцев. Наталья и Вячеслав Прохоровы планируют приобрести двухкомнатную квартиру, чтобы у их сыновей Артема и Андрея была отдельная комната. Пока еще ничего мы не смотрели, но готовы улучшить свои жилищные условия, потому что там, где мы сейчас живем, нам этого места не хватает, этих условий. Поэтому сертификат нам будет в тему. Под программой «Социальная поддержка» отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере реализуется в Заречном с 2011 года. За 8 лет 145 семей уже улучшили свои жилищные условия. В 2019-м социальную выплату получили еще 7 семей. Первый ребенок, в которых родился в течение 12 месяцев после заключения брака. Хотел бы вам пожелать, чтобы благодаря данной программе вы улучшили свои жилищные условия. И это было начало, потому что рождение только при первого ребенка. Надеюсь, что у кого нету вторых детей, появятся вторые дети, потому что собственные квартиры – это все-таки начало большого-большого семейного счастья. С 2019 года внесены изменения в порядок предоставления молодым семьям выплаты на приобретение и строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка» отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере. На сертификат могут претендовать семьи, где первый ребенок рожден на территории Пензенской области в течение 12 месяцев после заключения брака, и возраст супругов не превышает 28 лет на дату подачи заявления. Кроме этого, расширена возможность реализации социальных выплат. Нововведения коснутся молодых семей, которые обратятся с заявлением о предоставлении выплаты в 2019 году. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 25 января в 20 часов 13 минут сотрудников МЧС «Заречного» подняли по тревоге. На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в доме номер 92 по проспекту Мира. По этому адресу были отправлены 18 пожарных и 6 единиц спецтехники. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС обнаружили возгорание на лоджии на седьмом этаже. Пожарные эвакуировали жильцов дома и приступили к тушению. В результате происшествия никто не пострадал. Огнем повреждены мебель и предметы быта в лоджии. Закопчены стены и потолок в жилой комнате. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Хореографический ансамбль «Родничок» Дворца творчества детей и молодежи подтвердил звание образцовой. Вот уже несколько десятилетий коллектив и его педагоги открывают юным горожанам дорогу в удивительный и прекрасный мир классической хореографии. О жизни в ритме танца – репортаж Ксении Тризны. Для них слова плие, батман и аттитюд – не пустой звук. Эти и другие элементы классической хореографии участницы ансамбля «Родничок» демонстрируют на сцене. Сольный концерт коллектива на подтверждение звания образцового состоялся во Дворце культуры «Современник». «Родничок» существует в Заречном не одно десятилетие. Ансамбль не единожды становился победителем областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей детского и юношеского хореографического творчества. Успех коллектива, наверное, заключается в тесной дружбе детей, педагога и родителей. Каждый из нас, из мам, кто приводит сюда детей, для каждого из нас за честь заниматься в таком прославленном коллективе нашего города. В концерте приняли участие все составы «Родничка». Самые маленькие только учатся делать первые балетные па на сцене. Воспитанницы постарше уже демонстрируют свое искусство на различных площадках. Мне очень нравится, потому что меня водят по всем конкурсам, и здесь очень хорошие девочки и руководитель. Хореография – искусство изменчивое и прекрасное в своем непостоянстве. Поэтому и участницы ансамбля «Родничок» вместе со своим руководителем Татьяной Дмитриевой постоянно ищут и пробуют что-то новое, осваивают интересные и оригинальные техники. Изначально мы танцевали в основном классическую хореографию, а сейчас добавляются и современные направления, и каждый раз, каждый концерт у нас новые номера, новые постановки, и современная хореография, и также сохраняется классика. Весь крейдоскоп своих возможностей юные танцовщицы показали на сцене. От строгой классики до современного танца, от забавных зарисовок до народных стилизаций. Свой сольный концерт ансамбль «Родничок» назвал «Жизнь в ритме танца». Эта творческая кредо, продемонстрированная на сцене танцовщицами, позволила зрителям прикоснуться к многогранному искусству хореографии, а коллективу подтвердить звание образцового. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Спортивное оборудование на сумму более чем 2,5 миллиона рублей получит «Заречный» за победу в областном смотре конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Только в 2018 году более тысячи горожан получили значки за успешное выполнение нормативов ГТО. В 2019-й открыл традиционный городской зимний фестиваль физкультуры и спорта. На фестивальных площадках побывали и мои коллеги. Стрельба стала первым испытанием, которое прошли участники городского зимнего фестиваля ГТО. Эти соревнования получились семейными. На них выступили дети в возрасте от 9 до 15 лет и их родители. Папа у меня спортивный, мама тоже. Только вот мама плавать не умеет. Участников фестиваля ждала обширная программа. За пару часов им нужно было сдать целую серию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по стрельбе, плаванию и легкой атлетике. Бег длинной дистанции, бег короткая дистанция, челночный бег, прыжок в длину, пресс, отжимания. Алексей Попадьев сдает нормы ГТО впервые, а у его сына Вадима уже есть бронзовый значок. Легче всего им далось плавание, но и с остальными испытаниями семья справилась без проблем. Вполне доступно и можно справиться. Я думаю, что я, по крайней мере, сегодня должен значетчик какой-нибудь взять. В городском зимнем фестивале ГТО приняли участие 9 семей. Эти соревнования стали отборочными. Обладатели лучших результатов представят наш город на областном фестивале ГТО, который пройдет 10 февраля. Возрождение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в стране началось в 2014 году. Что сделано за это время в Заречном? Как организовано тестирование? И как стать участником движения ГТО? Об этом сразу после рекламы. Ну а пока еще немного о спорте. Завершился пятый этап городской спартакиады Дешкалята. 14 команд детских садов состязались в скиппинге. Каждому ребенку нужно было сделать максимальное количество прыжков через скакалку за 30 секунд. В зачет идут 5 лучших результатов девочек, 5 результатов мальчиков. Также у нас есть личные первенцы среди девочек и среди мальчиков. По итогам соревнований лучший результат показали воспитанники 15 детского сада. На втором месте первая команда седьмого комбината. На третьем малыши с детского сада номер 13. Рекорд среди мальчиков установил Иван Самароков. Он сделал 102 прыжка. Среди девочек лучшей стала Милена Зимина. Ее результат 110 прыжков. Спартакиада Дешкалята продолжается. Совсем скоро детям предстоит посоревноваться в гибкости. К физкультурно-спортивной теме мы вернемся уже через несколько минут. Встреча с вами ждет наш гость. Председатель комитета по физической культуре и спорту города Заречного Валерий Серешов. Не переключайтесь, будет интересно. Магазин «Наша дача». Огромный выбор семян, овощей и цветов. Грунты и удобрения высокого качества. Укрывной материал и садовый инвентарь. Средства защиты растений от болезней и вредителей. В нашей даче всегда действуют выгодные акции и скидки. Именно сейчас на весь ассортимент семян томатов и перцев скидка 20%. Сроки акции ограничены. Подробности уточняйте в точке продаж. По адресу город Заречный, улица Комсомольская, 12, друг 2. Или по телефону 25 67 97. Корпус реактора МВИР собрали в Волгодонске. Новейшее производство печатных плат открыли в Трехгорном. Детский проект «Нукиц» начинает новый набор детей. Смотрите в среду в 20.00. Мама, веще, что это нас? Мама знает, что баба Мега превратила нас в клёнок. Фёдор! Егорушка! Говори, где мои сына пья спрятаны. А иди-ка мне в служанки. Как похвалю, так и скажу. Я без лоу-то ласково не добьёшься. Я только себя и хвалю. Да совести у неё нет совсем. Дети мои, освободили мы вас! Е-е-е-е! 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 Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии председателя комитета по физической культуре и спорту города Заречного Валерия Серешова. Добрый вечер, Валерий Иванович. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, Валерий Иванович, в очередной раз в городе у нас прошел фестиваль ГТО, зимний фестиваль ГТО. Но прежде чем мы поговорим вообще о движении ГТО в нашем городе, давайте вспомним, с чего же, собственно говоря, все началось. Началось все возрождение комплекса ГТО в 2014 году с указа президента Российской Федерации о возобновлении в нашей стране вот такого программного комплекса, который является основой массовой физической культуры и который будет способствовать привлечению жителей страны к регулярным занятиям спортом. В 2014 году были определенные регионы, в которых опробировался комплекс и получил свое развитие, а затем по нескольким этапам он продолжил свое движение на территории всей нашей страны. В 2015 году в городе Заречном мы наделили наше учреждение подвесное нам ФОК лесной полномочиями по принятию нормативов комплекса ГТО. И в 2016 году был создан центр тестирования ГТО, который продолжает функционировать до настоящего времени, который принимает нормативы, ведет всю эту работу, в котором работают два штатных сотрудника, директор центра тестирования и администратор, в котором существует оборудование компьютерное, соответствующе сертифицированное, в котором имеется доступ к общей системе АИС ГТО всероссийской, и которая проводит всю работу не только по приему испытаний, тестов нормативов, но еще и пропаганде ГТО в нашем городе и охвату населения, то есть работа с трудовыми коллективами, с образовательными организациями. И вот я могу сказать, что на сегодняшний день в городе Заречном у нас зарегистрировано на сайте ГТО 9 119 человек. В 2018 году это 3086 человек зарегистрировались. Если говорить о цифрах, сколько же жителей города Заречного приняло участие в сдаче норматива ГТО, то это 5292 человека. В 2018 году это практически 3000 человек, это 2984 человек приняло участие в сдаче нормативов комплекса. Полностью завершили, закончили случаи все 1520 человек, и из этих 1520 человек, 1072 человека выполнили нормативы на соответствующий знак. То есть это в общем достаточно солидная цифра. Да, достаточно хорошие цифры. Я хотел бы сказать, что вот эта работа в городе Заречном она строилась постепенно, планомерно, продуманно, так скажем, потому что выделялись соответствующие средства из бюджета города для создания центра, для определения тех учреждений спортивных и мест, где сдаются нормативы. Таких мест у нас в городе 14. Подобран штат судей квалифицированных, 12 человек с судейской бригады. Эти люди прошли обучение на базе областных учреждений спортивной направленности по приему испытаний, по специфике работы. То есть это довольно-таки грамотные люди, которые занимаются именно этой работой. И вот итогом всей этой работы общегородской, в чем я вижу заслугу и руководителей предприятий, прежде всего, и эта работа департамента образования, это наши дети, потому что большинство, большая такая объемная работа проводилась. Самые активные они, наверное. Да, в образовательных организациях проводилась, да. Плюс федеральная структура у нас постоянно участвует и в фестивалях, и в мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому итогом этого всего стал результат смотра конкурса областного, который проводил Минспорт Пензенской области. И в этом смотре конкурсе администрация города Заречного заняла первое место по итогам этого конкурса и стала победителем этого конкурса. Среди предприятий и организаций города у нас наш город представляла медико-санитарная часть 59. Она тоже стала победителем в своей группе. И вот город в связи с этой победой, как нам было сказано, получит инвентарь и оборудование для создания комплекса и малых спортивных площадок, как открытых, так и закрытых, для принятия нормативов на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. То есть вот такой грант, который будет использован для подготовки мест тестирования, их усовершенствования и дальнейшей эксплуатации для нужд в центре тестирования ГТО. Ну здорово, это очень приятная новость. Я думаю, для всех, кто увлечен физкультурой и спортом, для тех, кто еще хотел бы принять участие в этом тестировании, попробовать свои силы. Валерий Иванович, какие мероприятия в плане именно комплекса «Готовка к труду и обороне» в нашем городе организуются, вот помимо вот этого зимнего фестиваля? Ну вот вы упомянули о зимнем фестивале. Я хочу сказать, что в рамках областных мероприятий проводятся зимний и летний фестивали, и еще фестиваль среди дошкольников. Я начинаю с ГТО. Во всех этих фестивалях сборная команда города Заречного принимала участие. В прошлом году в зимнем фестивале наша команда заняла призовое второе место. В мае месяце наши воспитники в летнем фестивале заняли пятое место. И детишки, которые в октябре месяце принимали участие, команда города Заречного, она заняла первое место. Это дошколята наши. Кроме того, были победители в личном первенстве. Это наши горожане. И этап, перед которым проводились областные мероприятия, был муниципальный. Все участники проходили отбор на муниципальном этапе. То есть мы проводили свои мероприятия, формировали команду и отправляли ее на областной этап. Кроме того, еще нужно отметить, что не только работа по испытаниям, тестированию ГТО, еще проводится и работа теоретическая. То есть мы проводили в мае 2018 года декаду ГТО, в которой приняло участие 358 человек. То есть были охвачены учреждения образования, производственные предприятия и предприятия других форм собственности. То есть вот такая работа по пропаганде здорового образа жизни, по пропаганде именно комплекса ГТО была нами проведена также в прошлом году. Валерий Иванович, в начале внедрения комплекса ГТО были сложности с тем, чтобы пройти тестирование ряд нормативов, нужно было ездить в Пензу. Как сейчас? Все ли нормативы можно сдать у нас на территории города? Да, все нормативы можно сдать на территории города. У нас, как я уже говорил, 14 мест тестирования определено. Для того, чтобы их сдать, я просто напомню нашим телезрителям, что для начала нужно зарегистрироваться на сайте ГТО.ру. Да, то есть вот с чего начинается? Получить номер личный, идентификационный. Затем нужно получить доступ медицинского работника, врача. То есть получить, не иметь противопоказаний по сдаче нормативов комплекса. Затем нужно прийти или позвонить в центр тестирования ГТО, оформить личную карточку участника, определить виды испытаний по своему возрасту, определить время, удобное для вас. Потому что ежемесячно график приемов, график приема тестов, он размещен на сайте, определяется, он ежемесячно корректируется. Вы определили удобное для себя время. Подготовились и пришли, сдали нормативы для себя. Я напомню, что для учащихся образовательных учреждений время по прохождению испытаний тестов – это учебный год с сентября по май. Для жителей, так скажем, трудоспособного возраста, для старшего поколения – это календарный год с января по декабрь. Вы должны пройти все испытания, которые предусмотрены той или иной ступенью по возрасту вашему. Ну и, естественно, получить допуск врача. Что у некоторых наших горожан вызывает наиболее проблемный вопрос. То есть терапевт участковый может выписать данное разрешение на сдачу испытания нормативов комплекса ГТО. А в дальнейшем все нормативы принимаются практически на объектах спорта, которые под ведомственным комитетом. Это и городской тир стрелковый, и плавательный бассейн, и спортивная школа. Плюс вот сейчас зимой это лыжные гонки на лыжной трассе. В рамках тех мероприятий, которые мы проводим, на постоянной регулярной основе. То есть я думаю, что у тех, у кого людей, кто еще, так скажем, не знаком с комплексом ГТО, есть прекрасная возможность посетить страничку сайт ГТО. Есть там раздел. Все актуальные вопросы, которые могут возникнуть у наших горожан, там есть ответы. Потому что у многих людей возникают вопросы, для чего мне это нужно, зачем вообще это создавалось, а что мне за это будет, например, какие льготы и так далее. Мы уже, ну и в вашей передаче уже говорили о том, что сейчас, в настоящий момент, работодатели могут устанавливать какие-то стимулированные меры. Руководство образовательных организаций. Вот сейчас речь идет об организациях высшего профессионального образования. Устанавливают льготы, например, для выпускников старших классов. Это льготы при поступлении в ВУЗ какие-то. Плюс студент может претендовать на какую-то повышенную, может быть, стипендию, на какие-то другие льготы. Это определяет руководство ВУЗа конкретного, да, или органы местного самоправления, те на территории которых проходят. Для наших муниципальных предприятий, допустим, руководители сами определяют меры поощрения своих сотрудников. Но вот данная работа, я знаю, на предприятиях ведется, и многие активно включились в этот процесс. Я думаю, что вот в рамках фестиваля тех мероприятий, которые мы проводим, они более доступны, так скажем, организационно, удачно. То есть в один день мы проводим большую часть нормативов испытаний. Ну и, конечно, в команде своего предприятия все вместе коллегам интереснее сдавать нормативы, чем поодиночке и так далее. Вот что я хотел бы сказать про то, чем мы занимаемся, собственно, в рамках ГТО. Спасибо, Валерий Иванович. Я искренне желаю, что вот в наступившем году тех, кто зарегистрируется на сайте, и тех, кто решится проверить свои силы и пройти тестирование в рамках физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», вот этих зареченцев у нас станет больше в этом году. Я тоже очень надеюсь. И всех мы ждем на наших спортсооружениях. Приходите, будем рады. Можно всегда обращаться в центр тестирования, который находится в ФОКе у нас, в ФОКе лесной, и телефон 60-72-30. Обращайтесь, звоните, мы всегда вам рады. Спасибо. У нас в гостях был председатель комитета по физической культуре и спорту города Заречного Валерий Иванович Серешов. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»